Венгерская власть не брезгует поддерживать дружеские отношения с террористической Россией. Это вызывает очень много вопросов, особенно в том контексте, что это страна, которая в принципе должна была разделять демократические ценности. И даже активно подыгрывает ей в преступной войне против Украины, блокируя санкции Евросоюза против Российской Федерации и распространяя кремлевскую пропаганду среди своих граждан. Так недавно в венгерской газете «Орбана» вышла статья, в которой журналисты предсказывают полное уничтожение Украины и победу Российской Федерации. А глава МИД Венгрии хвастается встречей с персоной нон-грата в цивилизованном мире, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Что же не так с европейской страной и почему правительство Венгрии становится на сторону зла, которое сегодня олицетворяет Россия во главе с Владимиром Путиным? Виктор Орбан пришел к власти 12 лет назад. До его появления Венгрия была демократической страной с европейскими ценностями, где свобода и жизнь человека была превыше всего. За период правления Орбана Венгрия интегрировалась с Россией серьезнее, чем с Европейским Союзом. Орбан на самом деле представляет собой целый букет из скандальности, пророссийскости, расизма. Это очень авторитарный лидер. После победы на выборах Орбан понемногу начал менять курс страны в сторону дружбы с Россией. Дружеские отношения между Венгрией и Россией, да, они вот фактически образовались с приходом к власти Орбана и его команды. До этого таких добрых и дружеских отношений между Венгрией и Россией не было. Путину такие отношения крайне выгодны. Посадив Венгрию на энергетическую иглу и завалив провластные кабинеты коррупционными деньгами, российский президент получил сателлита в Европе. Закольцованное их отношение было уже достаточно давно, и оно связано с преференциями в покупке энергоносителей. Это нефть и газа, это присутствие Росатома в Венгрии и других очень плотных бизнес-контактов. Даже сейчас, когда вся Европа отказывается от российских энергоресурсов и инвестиций, Венгрия активно пытается лоббировать интересы России и за это получает роскошные подарки от Владимира Путина. Недавно россияне дали на проект создание венгерской атомной электростанции кредитную линию на 10 миллиардов долларов. Но за дружбу со страной-агрессором придется платить. Из-за теплых отношений Орбана и Путина в Европе заговорили о лишении Венгрии права голоса в Еврокомиссии. Таким образом, государство больше не сможет блокировать санкции против России. Есть статья 7 договора о Европейском Союзе, которая предполагает ограничение прав государства Европейского Союза, которое связано с нарушениями тех принципов и норм, на основании которых создавался Европейский Союз. Эта статья 7 предполагает специальный механизм, который лишает права государства члена Европейского Союза на определенные преференции в Европейском Союзе. В первую очередь это право голоса. Разговоры идут даже о том, что Венгрия больше не заслуживает быть членом Европейского Альянса. Но исключить страну из ЕС самостоятельно невозможно. Механизма исключения государства члена Европейского Союза не существует. Впрочем, выйти из состава ЕС в Венгрию можно заставить. И этот процесс уже начался. Так, Еврокомиссия пригрозила сократить финансирование бюджета Венгрии на 7,5 миллиарда евро. А в последнее время ходят слухи о полном прекращении субсидирования экономики страны. Если такое все же случится, Орбан может потерять кресло премьер-министра. Институции ЕС просто положить на лопатки бюджет Венгрии и создать там условия для изменения политического режима и ухода из политической арены самого Орбана. В то же время, несмотря на отсутствие финансирования со стороны Евросоюза, Венгрия должна вносить деньги в общий бюджет Альянса. На таких условиях государству будет просто невыгодно быть членом Евросоюза. Из-за того, что Орбан поддерживает Путина, в преступной войне против Украины может пострадать целое государство и его граждане. Выход Венгрии из ЕС приведет страну к экономической катастрофе. Ведь какой бы сильно ни была энергетическая зависимость Венгрии от России, финансовые и инфраструктурные взаимоотношения с ЕС намного важнее.